В Коркино реконструировали трассу, которая связывает центр города, отдалённый посёлок и садовый кооператив. Раньше этот проезд после дождя превращался в непроходимое болото, там вязли даже грузовики, а теперь все желающие смогут проехать. Причём из бюджета на ремонт не потратили ни копейки. Подробности у Антона Зубкова. В сегодняшний день садоводы СНТ «Шахтёр» называют праздником. Дорогу к их участкам наконец-то отремонтировали. Возле проходной сразу несколько десятков человек обсуждают качество работ и рассказывают, раньше после дождя проехать в сад не могли ни такси, ни скорые, ни пожарные. Боялись завязнуть в грязи. Небольшой пруд, расположенный по соседству, выходил из берегов и топил просёлочную дорогу. Застревали даже грузовики. Я чуть в бассейн не ушёл. Сносит машину. Едешь, а в сад-то надо, работать надо, урожай снимать. Жители буквально завалили мэрию Коркино и районную администрацию жалобами. Подписались под ними 250 человек. Но возможности привести в порядок проезжую часть власти так и не нашли. На просьбы жителей откликнулась русская медная компания. Новую дорогу для садоводов построили буквально за неделю. Это кадры строительства. Рабочие укрепили проезжую часть, а сверху разровняли щебень. Протяжённость дороги почти полтора километра. 200 тысяч рублей. И в районе недели всё это ремонтировалось. Хотелось бы спасибо сказать Челябинской угольной компании. Они помогли техникой. Но тут дело не в деньгах, дело в важности этой дороги. Получается здесь порядка 650 участков. По этой дороге ежедневно проезжают тысячи автомобилей. Это не только садоводы, но и жители посёлка Национальный. Теперь к ним без проблем могут приехать экстренные службы, пожарная и скорая помощь. Из бюджета на новую дорогу не потратили ни рубля. Все расходы оплатила русская медная компания. Но депутаты местного собрания надеются, что проведённые работы только первый этап ремонта. А со временем появится и асфальт. Конечно, она сейчас приведена в проезжие состояние. Но, конечно, это не асфальтирование. У нас очень много улиц в Коркинском районе требует асфальтирования. Но надеемся, что на эту дорогу теперь тоже обратят внимание власти. И, возможно, уже и за счёт бюджета областного, может, будут выделены какие-то средства. Впрочем, жители нынешнему состоянию дороги уже рады. Просят властей только запустить сюда автобус или хотя бы маршрутку. Антон Зубков, Артём Большаков, ОТВ.